This system will notice... ...не содержит инструкции, пошаговых алгоритмов, в общем-то, не содержит ничего полезного именно с точки зрения обучения. Бесполезный совершенно набор материалов. Нам как бы и не дают такой возможности делать в рамках бесплатного вебинара какие-то подарки. Да, есть. Но зато вы можете мне написать, не знаю, втихушку только. Можно мне написать на мою почту. Вот, собственно, ваш преподаватель. Это я, Инна Романова. И романовособакспециалист.ру. Если только я не занята с утра до вечера, я обязательно вам отвечу. Но я отвечаю обычно в течение рабочего дня, рабочих суток. Могу в течение двух-трех дней ответить. К счастью, у нас в договоре в организации работы преподавателей центра специалистов нет такого, что вы, преподаватели, обязаны отвечать. Ну, это так, во избежание просто ненужных ожиданий. Но я люблю общаться с моими учениками. Особенно стремительно я отвечаю на вопросы конкретного типа. То есть, как называлась та команда? Или обзор ситуации? Вот презентация, в ней что-то не то, что-то не нравится. Но в таком случае я буду просить прислать уже и саму презентацию, поскольку пока не пощупаешь, не увидишь, предполагать что-то сложно. Только что я была на курсе по Ворду, и мне призналась моя слушательница, что программа Ворд, она сложнее, чем Эксел. Вот я вижу вскинутые брови, да? Как бы сравнили, да, типа того. Но тут контекст, контекст. В Экселе либо получилось, ни либо не получилось. И вообще преподавать Эксель гораздо проще, чем любое другое приложение. Ну, разве что с программированием я могу это сравнить. Доказать человеку, что он не прав, можно элементарно. Нарушил синтаксис формулы, ты пошел куда-то не туда, ошибка от Экселя вылетела, ну, в общем, ты не прав. Проблема PowerPoint и проблема Ворда, что, к сожалению, в этих двух приложениях можно сделать неправильно через палку и веревку, но все-таки получить свой результат. И с точки зрения распечатанного документа, вот он, да, на руках, вот бумажка или формат PDF, да, никто не знает его прошлого, как его сделали, никто не знает, да, и никому не интересно. Поэтому при работе в PowerPoint, зачем вы сюда пришли? Позвольте мне, я несколько предположу, извините, конечно, но буду предполагать. Я предположу, что, возможно, вы думаете, что что-то, что-то, может быть, что-то скрыто от вас, что можно как-то проще, как-то энергичнее сработать, что есть какие-то способы оптимизации документа, ранее вам неизвестные. И я буду говорить о том, что есть, чего нет. Вопросы вы задаете мне в аудитории прямо. Если я на этот вопрос скажу, я потом, значит, я потом. Если этот вопрос, он вот прям будет прям к месту, к месту, к месту и всего лишь продолжать и дополнять свою мысль, я отвечу на него сразу же. Уважаемые слушатели вебинара, подключенные к нам по интернету, я вам советую точно так же писать мне ваши вопросы в форму чата. Если ваш вопрос подогреет мой интерес, я скажу, позвольте, я процитирую или я даже не буду спрашивать. Давайте так. Все, что вы мне пишете, это публично. Если ваш вопрос мне понравится, я его озвучу в аудитории и проведу на него ответ. Если ваш вопрос потребует с моей стороны каких-то усилий в плане не по теме, потом пообщаться, то не отключайтесь сразу после тренинга, мы с вами пообщаемся. В порядок нашего изложения материала следующий. То есть на что, на что была заявлена программа вебинара. Во-первых, я хотел бы показать необычный вид импорта текста. Раз. Существует несколько презентаций, несколько стандартов проведения презентации. И текстовая презентация, надо сказать, это уже как бы не круто. Никто не будет спорить со мной, что это фиг. Не круто, да. Что мы хотим презентацию в духе стори-теллинг. Это американская подача, когда фотография во весь экран. Тут, знаете, момент поиска фотографии получается. В плане сервисов это, я думаю, что это несложно. То есть если вы в гугле, Илья, Илья, Илья меня спрашивает, записывается ли вебинар. Илья, не пугайте меня, записывается же, да. Вот у меня кнопочка старт приходит, была нажата. Возможно, у вас тоже есть какой-то индикатор на эту тему. Уважаемые слушатели вебинара, если вы видите какой-то индикатор, подтвердите, пожалуйста, мне заодно и Илья, что вебинар действительно пишется. Так, от себя я все сделала. От себя я все сделала. Возвращаюсь к... А, пишется, вот, Дарья сказала. Видимо, там есть какой-то все-таки индикатор. Пишется, Ольга, вот, меня поддерживают. Так, с чего это я говорила? Говорила о поиске фотографий. То есть с вашей стороны должен быть ресурс. Бесплатный, либо условно бесплатный. И, ну, как бы плохонькие фотографии, которые у всех на устах можно найти на бесплатном режиме. Или ныряете в пиратство и пишите, ищите платные фотографии, но добывайте их бесплатным образом, что крайне не советуется по отношению к публичным презентациям. Потом кто-то придет и скажет, ай-яй-яй, ну, ко мне ни разу не пришли за 10 лет, ну, мало ли, что-то, может, меняется в этом мире. То есть вся суть такой презентации – это фотография, которая должна быть эмоциональная, вкусная фотография. Она должна вот прям бить в душу, цеплять. От нее должно вот просто мурашки идти. Но, к сожалению, никто из великих – Алексей Каптерев, наш местный, Нэнси Дуарте, Франция, Джин Желязный, Америка и прочие умные ребята – они не пишут о том, как выбирать фотографию. Они пишут, как выбирать цифровую диаграмму, как выбрать схему. Но поиск фотографии вот той самой, да, она остается за вами, за вами. Все, да. То есть весь стандарт американской презентации – это выбор ярких фотографий с небольшим добавлением инфографики. Есть инфографическая презентация, суть которой – значки, 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 значки. Откройте сейчас любой веб-ресурс, там, ипотека и так далее, да. Просматривайте, видите, там все есть значка. Куда-то мы в наскальную живопись скатываемся, куда-то туда, вот в египетские иероглифы, да, вот так повернула мысль человеческая обратно в знаки. Это сейчас модно, это сейчас используется, да, пожалуйста. Но стандарт текстовых презентаций, как это ни странно, он до сих пор жив. Более того, мысль человеческая может однажды повернуть и туда. А вот теперь я, основываясь на пункте 1, хочу поговорить с вами о подготовке текста. Затем мы с вами будем обсуждать пункт 2 и прочее. Сейчас я открываю папочку с набором материалов. Так. Так, есть. Семинар. И открываю файл 01 документ для импорта. PowerPoint – это моя основная работа. В центре специалист я оказалась по направлению, ну, то есть как я пришла, как я начала работать лет 10 назад. Сначала я работала в направлении базовая компьютерная подготовка, затем Photoshop, затем программа Word, Excel, да, вот эти все программы тоже были. А PowerPoint как-то пришел, и нечаянно я стал по нему специалистом. Это умнезительно, я так скажу. То есть мне хотелось бы стать специалистом по Excel, да, это более звонкое, но я специалист по PowerPoint. И несмотря на то, что PowerPoint – мой основной хлеб, я очень не люблю, когда мои любимые слушатели ставят эту программу впереди человека. Такого быть не должно. То есть вы главный, вы формируете структуру презентации, последовательность слайда, вы ее рассказываете. А само оформление – нет, нет. Мне больше нравится, когда люди говорят о том, что правильная, хорошая структура, логично, схематично, ну, вот именно к контенту имеют отношение, а не к ее украшению. И поэтому я предлагаю всем и моим ученикам, в том числе, сначала даже не делать этого в PowerPoint, а сначала сделать это в программе Word. Хоть у нас, допустим, инфографическая и прочая презентация, вы согласны, что один вид текста точно будет, это заголовок слайда? Заголовок слайда точно будет на слайде. И вначале, запустив программу Word, я советую обычно прописать заголовки. Сейчас продемонстрирую Word-овский документ. Я понимаю, здесь издалека не очень понятно, но, может быть, будет с вашей стороны предположение. Скажите, пожалуйста, а каким именно образом оформлен этот текст? Стили. И не просто стили, а стили структурные. Вот, кстати, Word, часть вторая, вот об этом. Стили структурные формируют структуру документа, а структура – это дело такое, что оно вышагивает за пределы программы и создает, как бы, отношения между PowerPoint и Word. Причем, с точки зрения техники, назначить стиль – это ничего не стоит. Вот нет стиля, обычный черный текст. Если мне нужно назначить стиль первого уровня, то я вот просто выделяю кусочек текста и ткну вот на этот заголовок 1. Выделяю кусочек текста и ткну на заголовок 2. И тем самым у меня формируется структура. С точки зрения программы Word это не очень имеет смысл, но это имеет смысл с точки зрения программы PowerPoint. Ведь, я прогнозирую будущее, заголовок первого уровня, как стиль, будет работать так. Он создаст слайд сам. Я даже слайды не буду создавать. И, в свою очередь, эта фраза встроится в заголовок слайда. Заголовок второго уровня будет представлять контент этого слайда. Вот весь текст. До следующего заголовка первого уровня. Снова заголовок первого уровня. Вот это все заголовок второго уровня. И если проскользнуть взглядом дальше, то есть у меня снова заголовок первого уровня, затем идет заголовок второго уровня, а также есть еще заголовок третьего уровня. Ваше мнение? Что будет заголовок третьего уровня делать, формировать в Powerpoint? Их список какой? Просто второй уровень – это тоже список. А третий уровень? Под список. Обзывайте это как хотите. Второй уровень списка, вложенный уровень списка и так далее. Всего в программе Word аж 9 уровней заголовков, а в программе Powerpoint тоже полным-полно уровней текста. То есть сначала нас ждет вот такая прихотливая обработка. То, что должно пойти на заголовок слайда – заголовок первого уровня, то, что должно пойти на контент слайда – заголовок второго уровня. Вложенный уровень списка формируется уже третьим и четвертым и так далее уровнями списка. Затем этот Word документ безжалостно закрывается. Очень важно, чтобы он находился в закрытом состоянии. Я на ваших глазах запускаю программу Powerpoint. Вот она, чистенькая. Беленькая. Создаю чистый белый бланк по умолчанию. Пожарные слушатели, вы можете выполнить эту процедуру в любой версии программы Powerpoint. Но в целом я могу отвечать за версии программы от 2007 года по 2016 год включительно. То есть есть, конечно, старушка, старый пакет. Там эта команда также поддерживается. Я говорю о совсем старом пакете, да, 2003 года. Но я даже не помню этой команды. Не могу ее буквально назвать. Все остальные версии работают одинаково. Затем я в новорожденной вот программе. Ничего здесь у меня не открыто. Powerpoint запустил с чистого листочка. Выполняю следующее действие. Команда создать слайд разворачивается через стрелочку. И далее выполняются команды слайды из структуры. Slides from outline. Если работаем на английском интерфейсе, slides from outline. Суть этой команды всего лишь получение доступа к вордовскому файлу. Суть этой команды поиск. То есть как только я сейчас нажму на эту команду, моя задача просто дойти до документа и дважды щелкнуть по нему. То есть я должна знать, где он располагается и как он называется. Иду на ваших глазах. Слайды из структуры и иду. Я иду на свою флешку, открываю семинар. И вот он документ для импорта. Формат документа DOCS. Или стопроцентно будет работать RTF. Тут такой тонкий момент, что если я об этом скажу, надеюсь, на меня в суд не подаст компания Microsoft. Они как бы не признают этой проблемой, что DOCS формат может выкидывать ошибку, а RTF работает стопроцентно всегда. Независимо от платформы. Это может быть платформа Windows, а это может быть Macintosh. Будет работать. Какие-то проблемы, какие-то ошибки могут быть только с DOCS. То есть если DOCS у вас не пройдет, значит RTF, rich text format, так расшифровывается формат файла, пройдет стопроцентно. То есть если сейчас у меня будет глюк, что мне нужно сделать? Открыть его и файл сохранить. Как просто пересохранить в формате RTF? Даже сейчас посмотрим, будет глюк или не будет. Указываю документ, жду. Если вдруг импорт не состоялся, было вынесено какое-то окошко, значит тому причина. Либо вы, потому как все-таки импорт, это должен происходить при намертво закрытом вордовском файле. Если вы делаете буфер обмена, копировать, вставить, то файлы у вас открыты, без разговора. А вот некоторые виды подключений, они строго при закрытом состоянии выполняются. И вот только что у меня все получилось. А если бы не получилось, я просто ворд бы пересохранила. Последний слайд с гиперссылками, вот этот вот я удаляю, восьмой, старые новости, забываю удалить. Первый слайд я заполню как знакомство с компанией-специалистом. Лисы-ты, лисы-ты, есть. Апрель вроде как бы, на дворе, апрель 2018. Это единственный печаток, который я буду выполнять с клавиатуры. Но в плане дизайна, давайте посмотрим, что меня может смущать. Вот первый слайд, помните, каким он родился? Белый фон, черный текст. Шрифт калибри, калибри лайт, калибри основной. Вот такой. Калибри лайт в области заголовка, калибри простой в области подзаголовка. Но остальной текст, который ко мне сюда попал, ну вот он у вас на глазах. Шрифт какой-то другой, Таймшнер Роман. Да? Таймшнер Роман, ну и он голубой. Вопрос на миллион баксов. Вот именно все проблемы, они из понимания вашей ситуации будут складываться. Кто из них плохой? Первый или все остальные? Вам вопрос, мне же тоже скучно с собой-собой болтать, говорите мне. Остальные, говорит Оксана, Оксана успела, да. Остальные, вот мы должны радоваться тому, что к нам пришла вордовская структура, а вот к тому, что пришел к нам вот этот дизайн, надо относиться резко отрицательно, что это грязюка какая-то, что это плохо-плохо-плохо. Видите ли, любой другой дизайн, который мы присвоим сейчас, следите, я возьму что-нибудь, в котором нет вообще ничего голубого. Видно? Зеленый дизайн. Я его выбрала на вкладке дизайн, она же конструктор. Или вот такой дизайн. Видите, голубой не ушел никуда, товарищ. Или вот такой дизайн, где нет голубого цвета вообще. Получается, какой бы дизайн я не применила, эта вордовская краска, она находится сверху, висит, и просто блокирует наш настоящий концепт оформления. Поэтому я сразу же рассматриваю следующую операцию. В одной связке желательно рассматривать операцию слайды из структуры и последующую операцию, которая называется reset. На вкладке главное эта команда звучит как сбросить, она же восстановить, она же, обожаю этот глагол английский, reset. Вот он будет в этих версиях, потому что он и в фотошопе мне нравится, поэтому люблю. То есть сброс до состояния, до какого-то дефолта будет. Я выделяю лучше все слайды. Давайте я выделю все слайды презентации и нажимаю вот на эту замечательную команду сбросить. Есть ли у этой операции аналоги в других приложениях? Ну, возможно сбросить. Вот в программе Word, например, есть такое понятие, как набор стилей. Есть ли там какая-то операция по сбросу шаблона от лишних стилей? Есть. То есть я могу это сказать. В Excel, ну, я бы не стала бы эту команду упоминать, поскольку она выполняется на уровне программирования. Да, то есть она не на виду находится. Когда я нажимаю на команду сбросить, вы должны меня спросить, к чему сбросить, куда сбросить. То есть мы сбрасываем все, то есть все слайды. Мы сбрасываем именно их оформление. То есть мы не теряем с вами введенную информацию, напечатанную. Мы сбрасываем что-то лишнее. Лишнее, связанное с дизайном, с оформлением. И мы сбрасываем к текущему в настоящий момент шаблон. Если я пройду на ваших глазах на вкладку дизайн, то на вкладке дизайн текущий шаблон – это самая первая формочка, которая называется официально тема оформления. Но я не буду скрывать, что это не весь шаблон. Это только часть шаблона. Но это самая выразительная, самая яркая часть шаблона, на которую мы сразу обращаем внимание. Это одежка презентации, ее оформление, основной концепт. А кто решил, что именно вот этот шаблон у нас? Я решила. Когда запустила PowerPoint и выбрала вариант пустой презентации. Потому как белый фон и черный текст – это тоже оформление. И есть такие люди, которые говорят, что это может быть даже самое лучшее оформление вообще. Минимализм сейчас в моде. Поэтому белый фон, черный текст – это совсем даже и неплохо. Очень никогда, но это рационально. Я избавила все мои слайды от оформления. От лишнего вордовского оформления. Затем я хочу немножечко здесь поменять макеты. Для начала создам еще один слайд, закрывашку в конце. И макет этого слайда буду выбирать титул. Макет – это отдельная головная боль. Команда макет, она же layout, что располагается на вкладке «Главное». Эта команда может игнорироваться вами, поскольку PowerPoint вы проходили самостоятельно. Кто самоучка? Ага, ага. Я просто сама руку тянул, да. Меня не учили этой программе. То есть, а чего там учиться? Это самое примитивное приложение из всего пакета офиса. Сел, доработаешь. Но потом вылезают какие-то мелочи в работе. По команду макет мы не можем же провести с вордом, с Excel никаких аналогий. Там нет такой команды. А дело в том, что вот это все – это часть шаблона. Макет надо уважать хотя бы по такой причине, что вот вы так делали? Выделить и уничтожить вот эти макетные коробочки, клавиши delete. Делали-делали, я сама так делала. А команда сбросить вернет их обратно. Более того, представьте себе, что команда сбросить нажимается без вашего на то участия. Я не программист, чтобы объяснить вам грамотно, почему и как это происходит. Но могу отметить, что пересылка по почте, перенос на флешки, публикация, презентация в интернете, обновление связей. Мало какие действия приходят к тому, что каждый слайд стремится к своему состоянию. И надо подружиться с командой макета хотя бы для того, чтобы правильно удалять макетные поля. Видно пустой? Это абсолютно правильно, шикарный способ работы. Если у вас есть такая хорошая привычка, значит, вы уже избавлены от ненужного, от ненужного, извините за сленг, косяка, который можно организовать себе сам себе. Я выбираю макет титульный. По мнению таких дизайнеров, как Алексей Каптерев, это как бы представитель российского направления изготовления презентации 1ИС, то такая фраза, как «спасибо за внимание» или «благодарю за внимание», это ненужный слайд. Типа, не нужно его делать, это глупо выглядит. Я пытаюсь смягчать те слова, которые используются. Вот вы можете их по-другому немножко сказать. Что это ненужный слайд. Такой слайд бессмысленный, в нем нет промышленной ценности для потребителя. Что вы словами можете сказать? Что там в подзаголовке рисуется слово? Вопросы, да? Вопросы. Вот тоже ненужно. Сделать его слегка полезным для народа вы можете тем, что хотя бы обозначить, а кто вы такой? Что за человек выступал только что? Вы представились вначале наверняка, но когда вы покидаете аудиторию, люди хорошо к вам относятся, но, скорее всего, просто уже не помнят, как вас зовут. Поэтому напомнить об этом в конце. И так, контакты, это хоть как-то этот слайд обосновать. Есть также корпоративные стандарты, в которые я не вмешиваюсь. Каждая компания решает по-своему. Хорошо это или плохо, лучше соблюдать просто правила работы вашей организации. Также я хочу поменять макет на четвертом и на пятом слайде. У меня очень простая мотивация. Длинный список, размер текста сужается, плохо. То, что размер текста вообще уменьшается, определяется самим макетом. Опция здесь такая стоит по умолчанию. Видно, вот она. Изменять размер текста по ширине. Вот такая штука. Она всегда стоит по умолчанию. Если я не буду изменять размер текста по ширине, то этот текст просто вываливается, и что с ним происходит дальше, PowerPoint-у абсолютно все равно. Поэтому пусть будет, пусть стоит. Но я поменяю макет. Макет выбираю два объекта. И далее я текст выделяю немножечко. Перетаскиваю техника хватай-таскай. Драк-энд-дроп. В соседнее вместилище. Повторяю связочку. Пятый слайд. Макет два объекта. Текст выделяю от 1С и ниже. И перетаскиваю в соседнюю емкость. Это позволит мне лучше использовать рабочую площадь. Эта презентация останется текстовой. Если нам нужна инфографическая презентация или американская презентация, я думаю, что я запишу подобные ролики. Но пока у нас упор происходит на работу в слайд-мастере, в образце слайда, в том числе. И эта презентация с точки зрения демонстрации нас полностью будет устраивать. Я даже сохраню ее в таком состоянии. Сохраню и продолжу работать с ней. Есть. Сначала маленькое объявление. Что все объекты в PowerPoint можно подразделить на два основных типа. Посмотрите ко мне на экран, если желаете. Есть объекты, которые находятся в макетах. Это заголовок, это вот этот контейнер. То есть если текст попадает сюда, значит он будет подвержен влиянию команды макет. Но есть и объекты, которые не вставляются в эти места. Они как бы висят сами по себе. Это могут быть прямоугольники или текст скопирован куда-то или вставлен командой надпись. Эти объекты не будут подчиняться тому, чему я собираюсь вас учить. То есть прям скажите себе стоп. Скажите себе стоп и спросите. Вот у нас с вами вебинар. Вебинар, семинар. Я собираюсь вас научить расширенному PowerPoint. Но, 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 но. Все это будет работать только в макетном управлении. Если у вас макет пустой, и объекты здесь будут расположены, таблицы, диаграммы, текстовые надписи и так далее, но все эти объекты будут искусственные, мне вам нечего предложить. Надо только уметь уже программировать. Придется программировать, чтобы обрабатывать такие объекты массово, да, там везде поменять размер текста. Только в макетах можем. Мы не можем делать это по отношению к искусственным объектам. Они нас просто не будут чувствовать нашего управления. Так что это выбор пути. И выбор пути, ну, надо представить себе китайский иероглиф до. То есть это вот прям основательный путь, который повлияет на всю вашу работу. Пока я работаю в макетных объектах. И далее следующий шаг – это выяснение каждого макета по отдельности. Первый слайд у меня какой макет, предположите? Титульный. Почему я так думаю, что вы мне скажете? Потому что это просто умолчание со стороны программы. При запуске PowerPoint титульный макет формируется сам. На последнем слайде тоже титульный, но это потому, что я уже так захотела. Ну, я его присвоила. Макет титульный. Большая часть слайдов обладает макетом, который у нас называется «Забоголовок и текст». Кстати, этого макета не было, он возник в результате импорта текста. Есть такой. Ну, появляются макеты самостоятельные из-за некоторых операций. И вот посередочке, четвертый и пятый, это макет два объекта. Вот такой анализ, а именно знать, какой слайд с каким макетом оправдает ваши дальнейшие ожидания. От этого можно подъявлять требования. Далее. Далее я собираюсь ставить задачи. Перед простановкой задачи позвольте мне вставить колонн-титулы и объяснить, что колонн-титулы бывают трех основных типов, которые вы можете прям увидеть своими собственными глазами. Есть колонн-титулы обычные. Например, есть колонн-титулы, которые колонн-титулами не являются. Это надписи. Вы видели такое? Маленькие надписи, написано «Романова Инна, финансовый комитет 2010». Не выделить, не удалить, это прямо-таки заразно не получается. Не называйте ее словом колонн-титул. Чисто технически она им не является. То есть берите в кавычки, да, неподвижные колонн-титулы, скажите, но это необычные. Я научу вас делать такие и удалять чужие. Ну, вообще без проблем. Есть неподвижные части объекта, явно декоративного характера, например, логотип, там какая-то стеночка, спиночка. По своему характеру это те же самые надписи. Есть макросы, да, есть макросный вид нумерации. Вам когда-нибудь хотелось сделать такое? Слайд второй из двадцати. Это в Варде это можно сделать? Меня просто регулярно спрашивают. А в PowerPoint это невероятная процедура. В PowerPoint нет такого понятия, как поля, филд. Не поля, марджинс, а поля, филд. Поэтому можно сделать только с помощью макроса. Таким образом выделяю обычные копеечные колонн-титулы. Раз. Типа неподвижные колонн-титулы. Два. И третье – это макросы, которые я даже не буду вообще оговаривать. В основном это бесплатные макросы. Их можно найти. Макрос нумерации в PowerPoint. То есть ими пользоваться несложно, но не хочу просто углубляться в эту часть. Так. Делаю обычные колонн-титулы. Обычные колонн-титулы вставляются на вкладке «Вставка». Вкладка «Вставка», «Колонн-титулы». Вот эта команда. Ничего сложного в этой операции нет. Вообще ничего. Она показывается в первые 20 минут во время курса PowerPoint уровень 1. Да. Дата, время можно поставить, можно не ставить. Нижний колонн-титул можно поставить, можно не ставить. Но я поставлю все вообще. Вот так. Еще говорят, что нехорошо отображать подобную информацию на титульном слайде. Принято исключать. В нижнем колонн-титуле я напечатаю Романова. Нет, специалист напечатаю. Напечатаю слово «специалист». Да, елки палки. Будешь печататься? Будешь. Специалист. Специалист. И «Применить ко всем». Нажму. Вот. Давайте я прикажу. Вот дата, слово, номер. Уважаемые слушатели вебинара, если вы делаете это одновременно со мной, давайте проведем эксперимент. Вот слово «специалист». Можно ли поставить в него курсор? Между буковками. Целимся. Есть кликабельность, да? Есть, да? То есть я могу его выделить, обидеть, уничтожить, изменить. То есть он кликабельный. Обычные колонн-титулы совершенно беззащитны перед пользователем. Перед любым пользователем. Поэтому я даже откажусь от их части. Я нажимаю на команду «Колонн-титул», я снимаю галочку «Дата-время», нижний колонн-титул, оставляю только вот эти две опции. Избавиться от колонн-титулов можно той же самой командой. Номер слайда не показывать на титульном и применить ко всем. С точки зрения этики, современный номер слайда должен быть обязательно. Остальное по вкусу. Отсутствие номера на слайде говорит обычно о неуважении к аудитории. Нехорошо это. Теперь я собираюсь ставить следующие задачи, которые у нас заявлены. Пункт 2. Внесение изменений в презентацию на все слайды одновременно. Кто-нибудь пришел ради этой фразы? Кто-то подключился ради этой фразы, да? То есть все слайды можно обрабатывать неким образом одним махом. И форматирование текста, то есть заголовок хочу на всех слайдах поменять. Неподвижные колонн-титулы вот эти самые. Ставить логотип на все слайды. И декоративное оформление. Вот это все я могу сейчас захотеть. Но пока на все слайды одновременно. Для этого нужно знать команду входа в особую среду. Вы можете называть ее как команда для создания подложки. Ну, в общем, как угодно. Чисто технически она называется образец слайдов. Или слайдмастер по-английски. Вход в эту особую среду осуществляется на вкладке вид. Сейчас все будет перед вами. Вкладка вид и команда образец слайдов. Она же будет как слайдмастер. Мастер. Это английская терминология, но она же уже и превратилась в технический сленг. Мастер. Мне даже не очень нравится слово образец русское. Семантически оно мне не очень приятное на вкус. Образец он как будто пробник, да, вот в литуале образец там. Нет. Образец скорее как лекало мы должны понимать. Вот именно в этом плане английское слово мастер мне больше нравится. И я щелкаю по этой команде. Вы попали в особый параллельный мир. Здесь не выполняются задачи, которые выполняются в обычном режиме работы. Более того, если я захочу создать слайд, посмотрите ко мне на вкладку «Главное». Вы видите, что операции-то у меня заблокированы, серые. А команда «Макет» ее вообще нет. Это необычный режим работы. Команда «Макет» здесь отсутствует хотя бы потому, что вы находитесь не в среде их использования, а в среде их изготовления. Вы находитесь сейчас на фабрике макетов. То, что мы с вами наблюдаем в левой части экрана, слайдами называть также нельзя. Это макеты. Макеты или layout, да, layout. Вот эти макеты, 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 в общем-то, это и есть очень важная часть шаблона. Говорить, что это весь шаблон целиком, неправильно, да. Это одна часть шаблона, одна часть. Понятие template, понятие шаблон, но очень ярко, очень выразительно. В другую часть шаблона мы можем с вами шрифты записать, цвета записать, которые отвечают за цвет всех векторных объектов, такие как диаграмма, фигуры. Нарисовали фигуру, она сразу в ваших корпоративных цветах, например, возникла. Нарисовали диаграмму цифровую, она сразу в ваших цветах. Еще важная часть – это объекты, которые вставлены в шаблон, количество слайдов, параметры, размеры слайдов. Но пока это самая выразительная часть. И тут не останавливайтесь до тех пор, пока не увидите самого главного. Вот это мастер-макет. ММ буду называть его. Вычисляется он по очень ярким признакам доминирования. Во-первых, он на самом верху полоски. То есть, если вот она полоска макетов, они все маленькие, маленькие, маленькие. А он больше, то есть две трети занимает. Две трети больше, чем все остальные. От него отходят связи подчинения к остальным макетам, как по формированию иерархии. И если речь идет об одновременности, то нам по нему. Он сам очень скромный в поведении, он никогда сам не выбирается, не выделяется. Мы щелкаем по нему, чтобы оказаться на нем. Затем вот его рабочая область. Далее, в общем, я спрашиваю своих учеников обычно, а вы умеете красить текст? Мне говорят, да. Вставлять рисунок, вставлять надпись. Мне как бы говорят, да, 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 да. То есть далее все инструменты самые, что у меня есть, обычные. Необычная только среда их применения. И на ваших глазах я произведу несколько изменений, которые будут сообщать о том, что это все-таки что-то формирующее дизайн презентации. Образец заголовка. Вместо черного цвета я сделаю жирненьким. Шрифт я не буду менять. Это отдельная часть шаблона. Жирный и, допустим, синий. Я немножко безответственно сейчас подхожу к выбору цвета. Ну, на самом деле, цветовая схема была бы неплохо в начале. 36 размер задаю. Вот так вот я повлияла на заголовок. Весь остальной текст в центральном контейнере я не буду обрабатывать с точки зрения размера. Это скучно. Ну, по идее, можно, да, вот в каждом уровне текста можно присвоить размер, цвет и так далее. Я просто маркерную систему вот эту всю поменяю. Маркерная система мне нужна корпоративная. Команда маркеры, она же список, которые находятся на вкладке «Главное» как в Варде, так и в Powerpoint. Далее список прохожу. Далее я хочу конкретный рисунок. И этот конкретный рисунок я сейчас найду. Найду на своей флешке в папке seminar.bullet. Так будет называться мой файл. Формат файла.png. Ну и jpeg, gif, bmp, tif, все что угодно. Лишь бы графический формат. Вставляю. Вот такой вид получился. На все уровни текста один и тот же значок. Это новинка. Минимализм тот самый. Но если вам хочется, чтобы у вас по-разному это было оформлено, да, там всякие разные значки, вам придется каждый уровень текста выделять по отдельности. Далее. Колон-титулы, которые находятся внизу, я тоже покрашу. Тем же самым цветом текста, что и цвет заголовка. Согласно этике, номер слайда должен быть побольше. И этот номерочек, вот он, видно? Чисто как текстовый символ я произвожу выделение. И размер текста сделаю двадцатку. Это сейчас популярно. Увеличиваю размер номера просто как размер текста. Ограничений я не помню в плане величины. Вот маленьким он не должен быть, а вот чем больше, тем лучше. Это да, видела размер для номера пятьдесят пунктов. Вы вообще делаете его запредельным, тоже будет неплохо. Далее я хочу здесь необычный фон сделать. Функция формат фона вызывается легко довольно и правой клавишей мыши формат фона, а также она вызывается на вкладочке образец лайна фотами формат фона из уголковой группы. Правая клавиша мыши иногда мне нравится больше, чем любой другой способ работы. Формат фона. Могу захотеть фон сплошной, вот ведро, видно? То есть я могу покрасить фон в любой цвет. Градиент могу захотеть, узорную заливку могу захотеть, а также могу захотеть рисунок или текстуру. Вначале происходит перекрытие какой-то уродливой текстуры, не обращайте внимания, просто нажимайте на кнопочку файл. То есть вот она фоновая заливка моя в виде файла. Файл я заранее скачала или изготовила самостоятельно. Иду на свою флешку, семинар, и выбираю файл. Пусть это будет фон. Что-то я ничего не вижу здесь. А, ага, все, вижу. Фон 2 возьми. Фон 2 из папочки. Вот такой фон. Вообще сейчас как бы варианты цветного фона я бы не стала бы ставить на обычную презентацию а-ля рабочая лошадка. Так что фон из себя здесь ничего особенного не представляет. Абстрактно-фрактальное размазня, там на заднем плане какие-то узоры. В общем, то, что нужно. Если фон не подходит под пропорции слайда, то у вас будет в настройках фона смещение. Минус 17, минус 17. Обнуляю. 0, 0. Его, конечно, немножечко подплющит, но зато фон будет отображаться целиком. Да, смещение именно в том случае, если формат фона у меня был 4 на 3, а слайд 16 на 9. Вот так получается. Обнулив смещение, я имею визуально фон целиком. Видно, да, что он вот целиком? Я бы не стала бы этого делать, если бы на фоне у меня отображались бы какие-то органические объекты или точные конструкции. Особенно, если там были люди, особенно, если бы дамы. Я себе такого не позволила бы, да? Это непростительно, если кого-то там вот сплющить. Нехорошо, нехорошо. Да, инженерные здания. Я все уважаю, ребята. Давайте, давайте, не ставьте на мне крест. Но так как это не относится к ярко выраженным корпоративным элементам, так как здесь нет логотипа, то ничего страшного. Обратите внимание, что я по-прежнему нахожусь на мастер-макете. Все действия на нем. Что мне осталось сделать? А я логотип вставлю. Логотип по факту, это просто иллюстрация обыкновенная. Команда на вкладке «Вставка». Рисунок. Рисунки здесь напишут. «Instead Pictures». И я вставляю логотип. Логотип, который буду размещать вручную или с помощью команды вот здесь в уголочке. А еще я хочу вставить надпись. На вкладке «Вставка» находится команда «Надпись». Вообще, эту команду в интерфейсе можно, наверное, встретить 5-6 раз минимум. Она то там, то сям появляется. Ну, к классическому размещению обращаюсь. Эта надпись по работе с надписями, самый важный принцип, должен родиться свободным объектом. То есть, когда я пользуюсь командой «Надпись», важно, чтобы команду «Надпись» не съели, а ее будут пытаться съесть. Заголовок, контейнер и даже колонн-титулы. Все хотят вашу надпись. Поэтому принцип рождения свободным даже за пределами слайда. Или вот здесь вот на пустом месте. Видно, между ними есть чуть-чуть места. Напишу. «Романова. Романова. ИВ. Это я. И напишу, что я преподаватель. Преподаватель. И напишу еще... Так, у меня есть что-нибудь типа статуса? Есть, есть. Да, у меня же статус есть. MCT напишу. Вот так. По формату такая надпись должна быть довольно скромной. То есть, ее цвет и ее размер можно подогнать под общий формат колонн-титулов. Она будет расположена у меня вот здесь. Я перемещаю надпись «За границу» и ставлю рядом с номером. Возможно, вас будет немножко смущать, что объект этот... Давайте я еще раз попаду по нему. Видно, с перекрытием немножко идет. На номер залезло. Если вас это смущает, просто сплющите номер, потому что он незаслуженно много места занимает, и располагайте надпись в непосредственной близости. Но они друг другу не будут мешать. То, что объекты накладываются друг на друга для PowerPoint, это нормально. Самое главное, сам факт рождения этого объекта на отдельном месте слайда. Родился свободным, а потом встал куда угодно. И таким образом я имею два искусственных объекта, вставленных командой «Вставка надписи». Так. Есть. Я думаю, что пора протестить вариант. Сделанная работа. Формат текста, формат текста, формат текста. Ну, номерочек хотя бы, более крупный. Неподвижные объекты. Раз, неподвижный объект. Два, неподвижный объект. Искусственные, текстовые или графические объекты, созданные на вкладке «Вставка». Вставлены рисунки или нарисованные фигуры или нарисованные надписи. Формат фона. На заднем плане также проведен командой «Формат фона». Хотя такой рисунок можно было также и вставить командой «Вставка надписи». Да, я не против. Да. И такой, и такой способ в работе. Я раньше пыталась как-то надавить на то, что формат фона – это команда лучше, чем команда, вставить рисунок. Ну, с точки зрения операции, если подсчитать, что делаете вы, что делаю я, наверное, я выигрываю. Ну, по количеству действий. Вставка рисунок вставите, потом вы должны его подогнать под размеры слайда, правильно? Растяжечку сделать. Потом должны его правой клавишей мыши на задний план бросить. Потом он еще такая зараза, постоянно мышкой цепляется и мешает вам в работе. Хотя бы здесь. В режиме «Нормал» он вам мешать не будет. То есть, если просто сопоставить количество действий, то формат фона – более оптимальная процедура, чем вставка рисунка. Хотя, с такой бешеной натяжкой я сейчас об этом говорю. Так что, если хочется ставить большой рисунок и растянуть руками, то ради бога, окончательный вердикт. Осталось мне выйти в режим работы обычный и посмотреть, что будет. Выход в «Нормальный мир» осуществляется по-разному. Помните, как зашли сюда? Вид, образец слайдов. То есть, пользуясь той же самой логикой, если я сделаю вид обычный, я выйду в «Нормальный мир»? В общем-то, да. Можно использовать, а также и официальный выход. Алексей меня спрашивает, а как получить запись вебинара после окончания? Алексей, если я не ошибаюсь, она будет, эта запись, доступна в рубрике «Специалист ТВ» на нашем сайте. Вы ее считаете, что уже получили, но только не немедленно, на это затратится какое-то время. Неделя, две. Уточните у вашего менеджера. На вкладочке «Образец слайдов» находится вполне себе официальный выход. Закрыть режим образца. Вот он. Но мой любимый способ – это вот сюда. В правом нижнем углу программы в любой версии вообще находятся четыре режима работы. Самая первая кнопочка – это режим «Обычный», похож на окно, такое форточка. Вот я на него нажимаю, и независимо от того, какая у меня лента, что у меня открыто, я перехожу в обычный, ну, то бишь нормальный вверх. Давайте посмотрю. Все слайды моей презентации. Так, первый пошел. Второй, третий, четвертый. То есть могу ли я заявлять о том, что они сейчас все одинаково оформлены? Наверное, да, да, так и могу. Фон везде одинаковый, положение элемента везде одинаковое, все везде одинаковое. И, в общем-то, по принципу минимализма, если мы работаем по современной моде, то все очень круто. Пытаюсь пошевелить слово «специалист». Вот если не верите, подойдите ко мне, да, мышку мою пошевелите, потрогайте, пощупайте. Не двигается это слово, не цепляется, не цепляется, не получается. Вот заголовок двигается, да, вот сбросить обратно поставлю. Заголовок двигается, а это нет. Вот номер тоже двигается, номер двигается, обратно сброшу его положение. А вот эта надпись «нет, не двигается». Получается, говорите.